Всем привет! Эпоха дизайна насчитывает чуть более 100 лет. За это время была создана масса звездных предметов. Если они вместе соберутся, начнут общаться, разговаривать, как-то зазвучат, ну получится что-то похожее на музей дизайна. Собственно, сегодня такой музей дизайна можно создать в любом доме. Смотрите сегодня. Дом как коллекция. Создайте свой музей дизайна. Мы называем это настроение музей дизайна. То есть они воспроизводят те изделия, которые были разработаны известными дизайнерами. У каждого изделия дизайнерское прошлое. Перед вами винтаж. Такого цвета мог быть мотороллер, итальянский мотороллер 60, на котором ездили герои фильма «Римские каникулы». Лучшие цитаты эпохи в современном доме. Как когда-то Арна Якобсен вырезал свое кресло как будто бы из яйца, так и до сегодняшнего дня подобная форма привлекательна. Весь сегодняшний мир интерьерного дизайна мы условно разделили на три большие группы. Современный дизайн, традиционный дизайн и декоративный дизайн. Собственно, декоративные стили, традиционные и современные стили. Но даже среди современных стилей, которых насчитывается 12, не все создают что-то новое. Там тоже есть элемент переиздания, тоже элемент перепрочтения, чего-то, что уже было иконой, в частности, иконой дизайна в прошлом. Так родился стиль, который мы назвали «Музей дизайна». Дом с историей. Интерактивный музей. Тут о каждой вещи можно рассказывать часами. Это дизайнерские изобретения, которые обросли легендами. Уникальные вещи, которыми, несмотря на их исключительность, можно пользоваться. Они растворяются в современном интерьере и одновременно становятся его изюминкой. Завершенная коллекция на фоне сегодняшнего дизайна. Перед вами одно настроение, которое запросто объединило эпохи. Мы называем это настроение «Музей дизайна». То есть они воспроизводят те изделия, которые были разработаны известными дизайнерами в 60-е, 70-е, 80-е годы. В каталогах все увеличится, они не снимаются с производства. Они позволяют создавать особенные интерьеры. И, собственно, в этих интерьерах компания позволяет себе миксовать очень разные изделия, но объединенные общим эмоциональным каким-то, сущностью эмоциональной. Эклектика дома. Вещи разного возраста общаются на равны. Все наши любимые знаменитые исторические кресла, изделия с историей. Смотри, какие они все разноцветные и все вместе сочетаемые и уютные. В определенном смысле сочетаемые, в определенном смысле уютные. Тот, кто это понимает, тот не видит здесь никакого разнобоя и не видит здесь никакого диссонанса, а видит наоборот единую композицию, так как ее исполняет эта компания. Здесь мне очень нравится показывать вам, как выглядит вся атмосфера. Вся атмосфера совершенно разных изделий, разного цвета, разной формы, разных тканей. Какие здесь стены, какие там в углу деревья, какие картины на стенах. И какие два вот этих кресла. История органично вплетается в интерьер. Вроде настоящий музей, но до экспонатов можно прикоснуться. Ткань букле. Очень удобный диван. Высоты... Да, сорок. Вот такие быльцы были на диванах 60-х. Здесь, короче, здесь очень интересный, очень интересный такой стеб над винтажными диванами 60-х с современными тканями, с современными подушками. Арфлекс все время был, как бы, ну, скажем так, авангардной компанией. Через нее нужно было войти в мир дизайна, привлечь внимание и обратить это внимание на технологии. Поэтому 60-е – это годы расцвета. Это, как бы, годы, когда Арфлекс был знаменитый. И они с любовью воспроизводят эти времена с новыми моделями. Сегодня эта мебель опять актуальна. Скажем, знаменитые старые герои одеваются в новые костюмчики. Старички блистают. Посмотри, как сделан угловой элемент. Вот это ширма. Гипертрофированное плетение. Вот это гусиная лапка. Журнальный столик, который наплывает отсюда. И такие лампы тоже винтажненькие. Хочу показать тебе вот это кресло. Такого цвета мог быть мотороллер, итальянский мотороллер 60-ка, на котором ездили герои фильма «Римские каникулы». И деревянное основание. Вот так вот. Все диваны, все изделия, все разнородное и собрано в серию. Здесь уютно, вовсе не должен быть комплект. Просто не должен быть комплект. А ни в коем случае не должен быть комплект. Хотя кое-что, кое с чем, как-то элегантно должно сочетаться. У каждой вещи своя биография. И владельцу дома-музея она уже точно известна. Как когда-то Арнер Якобсен вырезал свое кресло как будто бы из яйца, так и до сегодняшнего дня подобная форма привлекательна. Нельзя сказать, что это новое кресло. Мне почему-то кажется, что новым является его вот эта вот обрезанная версия. Без алькова. Это Марсель Вендерс? Да, это он сделал его укороченный вариант своего тюльпана. Эта часть жесткая, эта часть более мягкая. И в нее приятно так проваливаешься. Но тем не менее, оно всегда остается натянутым. Большой-большой круг, вращающийся как будто вот эта вот плоскость тюльпана прямо на одной точке стоит на полу. Понятно, она стоит на потом подшипничке. Новые легенды именитых дизайнеров. Иконы создаются сегодня, чтобы уже завтра стать образцом, к которому стоит стремиться. Посмотри, какая рижанка от Радольфа Дардоне. Алюминиевый каркас на поликарбонатных ножках. Изящное колесико. Молния. Она, в общем-то, во многом элемент украшения этой плоской подушки. Разные цвета. Я не видел раньше этого кресла у Филиппа Старта. Это кресло похоже на одно кожаное кресло, которое делал Филипп Старк для одного известного отеля. А здесь они сделали его похожую пластмассовую версию вместе с картель. Тронная высота, обычная высота и даже такой вот диванчик. Патриция Оркеола, то, о чем я говорил. Пластмассовое основание. Выглядит как лакированное деревянное. И тканевое. Тканевое, драпированное тканевое сиденье. Офисный вид или винтажный вид у этого сиденья, как хотите рассматривайте. И самое главное. В музее дизайна только ценные оригиналы. Никаких копий. Иконы дизайна переиздают или, скажем, производят огромная армия производителей. Но если речь идет о доме, то я, конечно, предлагаю воздержаться от экономии. Лучше не покупать, чем покупать иконы дизайна поддельно пластмассовую. Это как поддельные часы дорогих брендов. Зачем? Можно купить недорогие часы. И все нормально. Но они будут настоящими. То, что является музейным экспонатом, поддельным или неправильно сделанным, быть не должно. Это как репродукция известной картины во всю стену. Красивые обои будут смотреться лучше. Музей дизайна подразумевает трепетное отношение к вещам. Действительно, видит это предметы, которые претендуют быть экспонатами музея. Другое дело интерьер стиля Дэнди, который как бы совершенно пренебрегает домашней утвари. Об этом стиле в нашей следующей программе. А тем временем, следите за нашими анонсами, просматривайте наши предыдущие программы. Все они имеются на сайте InCourse.TV. И оставляйте свои комментарии на нашей страничке в Фейсбуке. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok